Сшитые. История пятая. Военные выстроили довольно серьезное заграждение. Обнесли периметр колючей проволокой. Две вышки возвышались с обеих сторон дороги. Наверху люди с автоматами ведут наблюдение за лагерем беженцев. Лагерь огорожен рабицей, за ее пределы выходить нельзя. Люди находятся внутри, живут в палатках. Есть пара бараков для принятия пищи и душевые. Все выглядит так, словно начались боевые действия. Якушев стоит возле входа в большую военную палатку. Командование операции находится внутри. Несколько офицеров, политики, ученые. Все они пытаются понять происходящее. Город безродный находится под карантином. По официальной версии на жителей обрушился вирус. Что происходит на самом деле, разобраться сложно. Очень много противоречивых версий. Есть ролики в интернете, спецслужбам не удалось подчистить все. Но большинство записей удалено. Олег видел эти записи. Больше похоже на любительские съемки фильма ужасов. Большинство зрителей в комментариях склоняются именно к этой версии. Но Якушев может отличить правду от постановки. Именно поэтому он здесь. Представитель последней инстанции, к которой можно обратиться в сложившейся ситуации. Он смотрит в сторону огороженной территории. Примерно 60% жителей города сейчас под карантином. Они слоняются между палаток. Кто-то иногда пытается заговорить с военными. Но люди в форме продолжают хранить молчание. «Зайдите», – произнес военный, выглянув из палатки. Олег вошел в мобильный штаб. Царящая тишина стала волнительным сигналом. Обычно военные любят спорить и всем затыкают рты, думая, что только их решения единственно верные. Но в этот раз даже они молча смотрели на Якушева. В глазах собравшихся Олег представляет сомнительную фигуру. Ученые не верят и в 90% дел Якушева. Для них он, если не шарлатан, то человек, который занимается охотой на ведьм. «Вот и наш эксперт по парнормальному», – произнес генерал Маврин, жестом указав на Олега. «В прошлом сотрудник департамента независимой службы контроля. Сейчас частный детектив. НСК», – бубнит мужчина, представитель научного совета. «Он высокий, в очках с золотой оправой. Теперь мы прибегаем к методам экстрасенсов». Олег Якушев игнорирует слова ученого. «Каково ваше мнение?», – обращается генерал к Якушеву. «Я не могу сказать так сразу», – отвечает Олег, подходя ближе к столу. «Перед ним расстелена карта города. Той информации, которой мы владеем, недостаточно для выводов. Необходимо погрузиться в суть проблемы, как говорится, с головой. Вы хотите попасть на территорию города? Это единственный способ узнать о происходящем в Безродном». «Мы уже отправляли своих людей», – продолжает генерал Маврин. «Двое военных и один ученый пропали без вести два дня назад». «Тогда мне нужно знать, по какому маршруту они собирались идти», – добавляет Якушев. «Что вы хотите найти?» – вновь ученый. Он смотрит на Олега недоверчивым взглядом. «Мы имеем дело с болезнью, вирусом, способным вызывать в человеке приступы агрессии. Если вы наткнетесь на подобного человека в Безродном, то вам придется спасаться бегством или убить его. Но вы точно не сможете ничего сделать при помощи магии или заклинаний». На лице ученого играет ехидная улыбка. Олег улыбается в ответ. «Мы уже давно не применяем средневековые методы, товарищ Зельцев», – отвечает Якушев. «В истории были случаи массовой одержимости?» – ученый пожимает плечами. «Я не увлекаюсь фольклором». «Зря. В мировом фольклоре есть ответы на вопросы, на которые не смогла до сих пор ответить наука». «Якушев, вы серьезно?» – Зельцев начинает смеяться, делая это неприкрыто, словно пытаясь зацепить собеседника. Но Олег остается совершенно непреклонен. «У нас за периметром более десятка тысяч человек нуждаются в помощи», – напоминает генерал строгим голосом. «А вы тут занимаетесь спором о том, чья наука правдивей. При необходимости я задействую все средства. Приказ из Москвы – навести порядок. У нас всего неделя, чтобы устранить причину карантина. А все люди, которых мы посылаем в Безродное, пропадают без следа». «А знаете что? Собирайтесь-ка, вы оба!» – ученый тут же остранился в сторону. Генерал не имел права ему приказывать, но слова все равно оказали действенный эффект. Олег вновь усмехнулся, глядя на растерянное лицо своего оппонента. «Мне балласт не нужен. Одному будет легче. Если это действительно вирус, вернусь через два дня. На связь выходить это время не буду. А если не вирус, – уточнил генерал. – Если не вирус, останусь в безродном до выяснения. – Это смешно! – вновь произнес Руслан Зельцев. – Неужели если этот человек скажет вам, что город заполонили демоны, вы именно это рапортуете в Москву? – А что рапортуете вы? – спросил Якушев. – Насколько я знаю, вы не нашли следов вируса. Как собираетесь объяснять его появление и распространение? Вирус может быть завезен, а невозможность его выявления объясняется инкубационным периодом. – Хватит! – генерал ударил кулаком по столу. – Идите оба за мной! Он широкими шагами вышел из палатки. Якушев с Зельцевым отправились следом. Они прошли через лагерь к одноэтажному строению, сделанному из железных пластин. Оно имело форму куба без окон и с одной дверью. Внутри два помещения. Одно крошечное, предназначено для наблюдения, и второе, более просторное, полностью наполненное ярким светом. В центре просторного, изолированного помещения, мужчина лет тридцати. Он сидит возле стены, глядя в сторону тонированного стекла. – Кто это? – спросил Зельцев, внимательно вглядываясь в лицо мужчины. – Этого человека мы нашли три дня назад. Он сам вышел к нашим военным. С самого начала вел себя, мягко говоря, странно. Не отвечал на вопросы и никак не реагировал на угрозы. Чтобы привезти его сюда, понадобилось пять человек. Трое из них оказались в больнице с поломанными костями. И порванными сухожилиями. Он сильнее пятерых профессиональных солдат, констатирует Олег. И не только физически. В первый же день этот человек смог так запудрить одному солдату мозги, что тот выстрелил себе в голову. Сейчас он может нас слышать? – интересуется ученый, прильнув к окну. – Звуковая изоляция. Вы хотите поговорить с ним? – Да, – отвечает Якушев. Но не через стекло. Впустите меня к нему. – Это исключено. – генерал отрицательно качает головой. – Вы не представляете, насколько он опасен. – Менее чем через четверть часа я отправлюсь в город, кишащим людьми с подобными возможностями. Дайте мне шанс хотя бы понять, с кем предстоит иметь дело. Генерал мнется всего пару секунд. Затем отдает приказ впустить Якушева в помещение. Железная дверь открывается. Якуша входит внутрь, освещенный ярким светом комнаты. Мужчина продолжает сидеть возле стены. Он смотрит на Олега. Внимательно рассматривает его лицо. Глаза залиты черным цветом, словно зрачки увеличены в несколько раз. Лицо постоянно пребывает в зловещей усмешке, обнажающей кривые зубы. В каждом жесте мужчиной читается уверенность. Нет, это не военные схватили его. Он сам пришел в лагерь. – Как вас зовут? – спрашивает Олег, опускаясь на пол напротив собеседника. – В разное время меня называли по-разному, – отвечает мужчина. – Все зависит, какой сейчас на улице век. – Раньше я был демоном. – Сейчас просто инфицированный. – Я имею в виду имя, – поправляет Якушев. – Имя. – Мужчина задумчиво отводит взгляд в сторону. – Почему вам, людям, так важны наши имена? – Вы хотите сделать перепись ада? – Но, боюсь, у вас не хватит и сотни лет, чтобы переписать всех. – Вы считаете себя одержимым? – А вы считаете себя истребителем нечисти? – Олег ощущает, как холодок бежит по телу. Слова мужчины – всего лишь догадка, но они попадают в цель. – Я слышал, вы владеете мощным гипнозом. – Смогли довести человека до самоубийства. – Где вы этому обучались? – Он был слаб, – усмехается мужчина. – Слаб настолько, что боялся меня до кончиков пальцев. – А вы нет. Вы не боитесь меня. – Вы действительно тот, о ком я думаю. Лицо мужчины начало меняться. Его покрыли морщины, и выражение стало жутким, схожим с ликом зверя. Глаза увеличиваются еще больше. Они теперь словно на выкате, глядят прямо на Олега. Мужчина упирается руками в пол. Он не сводит взгляда с Якушева. Смотрит на него, словно на жертву. – Я на твой счет не ошибся. – Зачем вы пришли в этот город? Зачем поработили столько человек? Это не просто вылазка. Вы что-то ищите, я прав? – В ответ мужчина скалит зубы. Теперь он полностью похож на умалишенного. Стоит на четвереньках, впиваясь ногтями в пол. Слюна стекает по подбородку. За одно мгновение произошло изменение от человека до животного. – Давай, – шепчет Олег, – попробуй. И мужчина срывается с места. Он одним прыжком преодолевает расстояние, готовый вцепиться в Якушева. Но Олег вынимает из внутреннего кармана листок бумаги – продолговатый кусочек с иероглифами на одной из сторон. Он протягивает его в сторону нападающего. И мужчина тут же замирает на месте. Он смотрит на бумагу почти в упор. Скалится, рычит и отползает назад. Настоящий, – шепчет Олег, поднимаясь на ноги. – Что вы ищете? – Одержимый забивается в угол, глядя на японский иероглиф. Якушев выходит из изолированной комнаты. Генерал Маврин и Зельцев не сводят с него взгляда. – Одержимый продолжает ползти на четвереньках. – Он чертыхается, машет руками и прижимается спиной к стене. – Что это? – Удивленно спрашивает генерал, указывая на листок. – Афуда? – отвечает Олег, убирая сверток в карман. Японский оберег от демонов. – И с этим вы собираетесь идти в город? – усмехается Зельцев. – Используя амулеты и обереги? – Генерал, вы серьезно возлагаете надежды на псевдонауку? – Я возлагаю надежду на каждого, кто способен решить кризис, – рычит в ответ военный. – Если вы хотите доказать обратное, добро пожаловать к пациенту. Покажите нам, на что способна наука. Но Зельцев опускает взгляд. – Быть запертым в одном помещении с сумасшедшим не входит в его планы. – Буду вынужден указать об этом в своем докладе, – отвечает ученый и выходит за дверь. – Они не смогли ничего сделать, – говорит Маврин, глядя в сторону изолированного мужчины. Тот, прислонившись спиной к стене, смотрит в ответ на тонированное стекло. – Я и сам не верю в чертовщину. – У нас есть доказательства, подтверждающие, что если это и болезнь, то она наделяет свои жертвы немалой силой. – Одержимость или вирус? – отвечает Олег. – Даже не представляю, как вы будете составлять рапорт в Москву. – Олег, ты один из нас, – продолжает генерал. – За твоими плечами поиски самых жестоких убийц в нашей стране. Ты знаешь их психологию лучше других. Видел такое, что многим и не снилось. Демоны это или инфицированные. Узнай, с чего все началось. Есть вероятность тотальной зачистки города. Сколько у нас времени? Пять дней. Это крайний срок. Если не будет результата, то во избежание распространения заразы будут подключены иные спецслужбы. Ты понимаешь, о чем я. Через два дня выйду на связь. Олег бросает последний взгляд на мужчину в комнате. А к этому пусть никто не заходит до моего возвращения. Он слишком опасен. До начала эпидемии Безродный был красивым городом. Провинция далека от больших современных городов, но в ней присутствует свой шарм. Населенному пункту не одна сотня лет. Статус города Безродный получил около 80 лет назад. До этого он был поселком. Но есть архивы, утверждающие об образовании первого поселения в середине 14 века. С тех пор люди практически не уезжали с этого места. Даже в век технологии и прогресса жители Безродного остаются верными своим корням. Но была в этих землях еще одна тайна, известная только старожилам города и тем, кто имеет доступ к секретным архивам. Как только Якушев получил приказ приехать на место карантина, он внимательно изучил явления, наблюдавшиеся в Безродном, и они показались ему весьма интересными. Это был не первый визит Олега Якушевой в Безродный. Теперь же, оказавшись на одной из улиц города, он не видел той красоты и чистоты прославлявших город. Все вокруг говорило о наступлении худших времен. Сгоревшие машины стояли на дороге и на пешеходных тропинках. Многие дома, лишившись своих обитателей, подверглись нападениям вандалов. При этом здания не просто грабили. Их словно пытались разломать до основания. Разбитые стены, выбитые двери, усыпанные тропинки стеклом, дым из окон – все это представляло единый пейзаж. Если бы не постоянно идущий дождь, город мог бы сгореть дотла. Олег прошел несколько улиц, внимательно вглядываясь в уцелевшие окна домов. Люди здесь еще жили. Те, кто не успел уехать из города, вынуждены стать пленниками в собственных домах. Они наблюдают за чужаком, смотрят внимательно, с опаской. Что-то напугало их всех. Сила, ворвавшаяся в безродное, заставила людей испытывать животный страх. Впереди Олег увидел машину скорой помощи. Она стояла на обочине, уткнувшись разбитым бампером в столб. Бетонная конструкция от удара накренилась. Провода обвисли почти до земли. Разыгравшаяся в салоне машины трагедия привела к плачевному результату. Якушев обошел машину. Тело водителя осталось в салоне. Голова на руле, лобовое стекло разбито. Никто не удосужился помочь человеку. В дни паники и полного хаоса рассчитывать приходится только на самого себя. Олег услышал звуки. Кто-то находился в машине. Несколько глухих ударов. Ворчание. Остановившись возле задней двери, Олег достал пистолет и, держа его на готове, открыл дверцу. В салоне творился хаос. Вещи и медикаменты разбросаны по салону. На полу медработник, лицом вниз. Тело в крови. На кушетке пристегнутый кожаными ремнями человек. Мужчина с исхудавшим лицом и выпученными глазами. Его взгляд такой же, как и у человека в закрытой железной комнате. Якушев не думал, что ему удастся так скоро встретить первого одержимого. Развяжи меня, проговорил мужчина, извиваясь всем телом. Его кисти растерты до крови. Даже одержимый не смог найти силы вырваться на свободу. Он мог пролежать здесь с того дня, как начались первые нападения на людей. Здоровый человек уже погиб бы от обезвоживания. Но на Якушева смотрели глаза, полные силы агрессии. «Развяжи меня», – вновь рычит мужчина, таращась на Олега. Олег убирает пистолет в кобуру и заходит в салон. Осматривается. Машина не разграблена. Лекарства, даже наркотические средства на месте. Одержимым не нужны наркотики. Они ищут что-то другое. Именно для этого они пришли в безродный и перевернули вверх дном все дома, в которые только смогли забраться. «Развяжи меня», – кричит мужчина. Но Олег игнорирует. Одержимый опускается на кушетку. Его дыхание тяжелое. Он не сводит взгляд с незнакомца. Скалится. Показывает зубы. Рычит. Но продолжает ждать. «Даже не надейся», – говорит Олег. «Ты мне нужен как раз для другого». Олег снимает со спины рюкзак, открывает и достает тканевый сверток. Раскрывает его и пробегает со взглядом по флакончикам, коробочкам, мешочкам и свернутым в рулончике папирусом. «Не вы хотите с ним сделать? Не похоже на средства первой помощи. Ему не требуется помощь». Олег вынимает флакончик, внимательно смотрит на его содержимое. «Что это?» – спрашивает Зельцев. «Полынь», – отвечает Олег, открывая крышку. «Меня до сих пор поражают ваши средневековые методы», – с недовольством говорит Зельцев, скрестив руки на груди. Его голова покрыта капюшоном дождевика, скрывающим лицо в тени. Видно только отблески на линзах очков. «Какого дьявола вы тут делаете?» – Ягушев смотрит на Зельцева с недоумением. «Генералу все-таки удалось вытолкать вас за пределы комфортной зоны». «Я сам». Ого, интересно. «Чего ради?» «Не хочу, чтобы, вернувшись из Безродного, вы всем рассказывали о том, что в одиночку победили толпы демонов. Я уверен, это болезнь, и лечить ее полынью более чем абсурдно». Зельцев не успел договорить, поскольку Ягушев, раздвинув пальцами скулы привязанному мужчине, плеснул ему в рот жидкость из флакончика. В тот же момент мужчина начал неистово кричать, еще больше извиваясь и корчась. Через пару секунд из-за его рта валит дым, словно что-то горит в самом желудке. Голос быстро осип, превратившись в свист. Демон с яростью бросает взгляд на Якушева. «Я убью тебя!» – хрипит мужчина. «Разорву на части, сожру по кусочкам!» «Тогда объясните это», – говорит Олег, обращаясь к Зельцеву, и указывает на шею мужчины. Фиолетовые пятна начинают проступать на коже, словно ожоги. От них идет дым, заполняя едким запахом салон машины. Собрав вещи, Якушев выходит на улицу и захлопывает дверь. «И все?» – удивляется Зельцев. «Вы даже не будете ему помогать?» «Я не доктор», – спокойно отвечает Олег, оглядываясь по сторонам. Крики существа могут привлечь других одержимых. «Хотите, окажите ему первую помощь. Только советую, не развязывайте ему руки». Зельцев смотрит на машину скорой помощи, из которой доносится вой. Он протягивает руку к ручке дверцы, но в последний момент передумывает. «Вот и правильно», – подмечает Якушев. «Нам не стоит оставаться на открытой местности. Безумие этого человека не дает нам права бросать его здесь». Но Олег уже не слышит Зельцева. Он переходит на тротуар и смотрит в сторону ближайшего дома. В окне кто-то есть. Это старик. Он смотрит на происходящее и машет рукой, приглашая подойти к его дому. «С нами хотят выйти на связь», – Олег кивнул в нужном направлении. «Сейчас узнаем, что на самом деле произошло в этом городе». На пороге дома их встретил пожилой мужчина, представившийся Эмилем. Он какое-то время держал мужчин на пороге, словно чего-то опасаясь. «Вы не здешние», – подметил старик. «Но и на безумевших не похожи». «Кто вы?» Олег снял капюшон. Под навесом возле входной двери можно было не скрываться от ненастья. Зельцев продолжал поглядывать в сторону скорой помощи, из которой по-прежнему доносились крики. «Мы здесь проездом», – ответил Якушев. «Можно мы войдем?» «Нет», – уверенно ответил старик. «А мы все равно войдем». Олег шагнул в дом, и Эмиль пропустил его. При этом взгляд у старика был преисполнен облегчение. «Меня зовут Олег Якушев». «А это…» Олег кивнул в сторону своего спутника. «Зельцев Руслан». «Мы из большого города, к вам проездом». Думали посмотреть достопримечательности. «Но хватит уже гнать», – грубо перебил Якушева Зельцев. «Эмиль понимает, кто мы и для чего в этом городе». «Город уже много дней закрыт», – подметил старик, жаркая тапочками попол в сторону кухни. «Отключилось все. Электричество, сотовая связь, интернет. Нет ничего. Только дождь, который идет без остановки». Мужчины последовали следом за хозяином дома. Они сели на кухне за стол, оглядывая скромное убранство. «И газа нет», – продолжал старик. «Огонь уже нечем разжечь. Приходится пить сырую воду. Благо, она есть в кране. Будете воду?» Мужчины отрицательно покачали головами. «Что произошло в Безродном?», – интересуется Якушев. «Почему люди вдруг стали такими агрессивными?» «Я не знаю». Старик вернулся со стаканом воды и сел с остальными за стол. «Все началось неожиданно. В один день. Никаких предвестников беды не было. Люди начали вести себя озлобленно, страшно. Убийства, самоубийства и грабежи. Вандалы стали грабить дома. Это вполне естественно», – постарался внести свою лепту Руслан. «Нет, не вандалы», – перебил его Эмиль. «Обычные люди. Соседи или даже родственники. Еще вчера все жили дружно, и в один день началось. Но знаете, что самое интересное? Никто ничего не воровал. Обезумевшие, словно что-то ищут. Они переворачивают дом вверх дном и уходят». «Почему не пришли в ваш?», – продолжает Руслан. «Потому что я их не впускал». «Вы нас не впускали», – заметил Якушев. «Но вы все равно вошли. Значит, у вас нет одержимости. К тому же я видел, какой интерес у вас вызвал одержимый в машине скорой помощи. Она стоит здесь уже больше недели, и никому нет дела». «Подождите», – усмехнулся Руслан. «Вы хотите сказать, что обезумевшие люди не могут войти в ваш дом лишь только потому, что вы их не впускаете?» «Все верно». «А как вы это делаете? Как препятствуете их проникновению?» «Запрещаю». «Словами?» «Да». «И этого достаточно?» «Как видите». Олег наблюдает за происходящим, не скрывая улыбки. Он уже встречался с подобными явлениями. «Азельцеву только предстоит познать изнанку этого мира. Не зря ученый сунулся в безродное. Сможет значительно расширить свой кругозор». «Это какое-то безумие». Руслан откидывается на спинку стула, вознеся руки к небу. «Все правильно», – продолжает старик. «Безумие. И оно охватило наш город и держит. Один только дождь чего стоит. Он заливает наши улицы. Если бы в безродном было больше асфальта, вам бы пришлось плыть на лодке до моего дома». «Сколько людей, как и вы, смогли выжить?» Якушев наклоняется вперед, придавая значение своему вопросу. «Я не знаю», – признается Эмиль. «Кое-где есть люди. Скорее всего, это можно судить по целостности домов». «Еще мой друг, Константин. Он живет за городом со своим псом Амуром. Этот человек знает больше, чем я». «Откуда у него такие знания?» – продолжает Олег. Эмиль пожимает плечами. «Просто он всегда знал больше, чем остальные. Может, читал книги, а может, просто умнее некоторых». «Вы покажете на карте, где его дом?» «Машину бы вам, а то будете долго добираться». С этими словами Эмиль медленно поднялся со стула и побрел из кухни. Олег машет рукой Руслану, и они следуют за хозяином дома. Старик несколько минут лазит по карманам верхней одежды в крошечном гардеробе возле выхода. «Ага, вот он!» Эмиль протягивает Олегу ключи. «Так будет быстрее». «А как живы?» – спрашивает в недоумении Руслан. «Оставите машину у моего друга. Когда все закончится, Костя пригонит ее». «Не волнуйтесь, в такую погоду я не собираюсь никуда идти». «Спасибо вам», – говорит Олег и пожимает Эмилю руку. «Вы нас очень выручили». «Разберитесь там, раз уж приехали», – ответил Эмиль и бошаркал обратно на кухню, оставив гостей возле открытой входной двери. В гараже они нашли старенький внедорожник на высоких колесах. Машину уже давно не использовали. Об этом свидетельствовал слой пыли. Зато был полный бак, и двигатель работал исправно. Выехав в город, Якушев вел машину не спеша. Он разглядывал улицы и дома. Несколько раз попадали силуэты людей. Это были мужчины и женщины. Они стояли в обычной домашней одежде, не пытаясь укрыться от дождя. Провожая взглядом внедорожник, силуэты оставались неподвижными. «Этот старик и сам, похоже, с ума сошел», – подметил Руслан. «Ты только слышал, что он несет. А что тебе не нравится в его словах?» Руслан удивленно посмотрел на Олега. «Эмиль утверждает, что мародеры не вошли в его дом лишь только потому, что он их не пригласил». «Ты еще продолжаешь не верить в одержимость этих людей», – Руслан закатывает глаза. «Я ученый и смогу доказать существование болезни, распространившейся на весь город. Для этого нужно найти нулевого пациента». «В этом ты прав», – добавляет Якушев. «Нам нужно понять, с чего началась вся эта чертовщина». Возле нескольких домов Олег вновь замечает людей. Человек пять. Трое стоят на газонной траве. Один на крыльце дома и пять на крыше соседнего здания. Якушев внимательно осматривает фигуры и прибавляет скорость. С каждой минутой фигур становится больше. «Едем в больницу», – предлагает Руслан. «Возможно, нулевого пациента привезли туда». «Мы не едем в больницу», – ответил Якушев. «Мы едем за город». «Еще одному сумасшедшему старику». Руслан начинает закипать от ярости. Ему не нравится, что Олег игнорирует все его предположения. Но Якушев остается непреклонен. В ответ он смотрит на своего собеседника взглядом обеспокоенным, но держит себя в руках. «Мы не можем ехать в больницу», – поясняет Олег. «Если это вирус, то там находится эпицентр заболевания. Представь, что мы окажемся среди сотни обезумевших людей. Что ты будешь делать?» Руслан отводит взгляд в сторону, молча глядя на дорогу, залитую дождевой водой. Потоки несутся к водосточным сливам, переполняя их доверху. «Если такая погода продолжится, то вскоре канализация не сможет справляться с объемами воды и начнется потоп». Олег замечает еще с десяток фигур. Все они смотрят на их машину, провожая взглядами. От их появления становится жутко. Жители города знают о появлении чужаков. Они выходят к ним навстречу, смотрят, чего-то ждут или просто наблюдают. Только Руслан считает подобное поведение симптомами заболевания. «Смотри», – одергивает Якуш Вазельцев. «Вон там дом горит». В конце улицы виден черный дым. Ветер размазывает его по небу, разнося над городом. Зарево видно над верхушками деревьев. Олег заворачивает на улицу и замечает еще человек пятнадцать. Их замечает и Руслан. Мужчина тычет пальцем в сторону жителей города, но в последний момент осекается. «Посмотри на них», – говорит Зельцев, указывая на лица людей. Несколько мужчин стоят достаточно близко к дороге, и есть возможность рассмотреть их подробнее. На каждом играет улыбка. При этом губы растянуты, неестественно широко, обнажая зубы. Глаза черные, смоленистые. Некоторые люди раскачиваются, словно в такт музыки, и никто из них не обращает внимания на горящий дом. Здание уже полностью охвачено пламенем. Окна выбиты. Входная дверь выломана и лежит возле тропинки. Якушев сбрасывает скорость возле горящего дома. Он хочет рассмотреть внимательнее происходящее. В траве неподалеку от крыльца видно два тела – мужчина и женщина. Они мертвы, лежат лицами вниз. Олег продолжает осматриваться. Причина, по которой идут такие серьезные поиски, должна быть достаточно весомой. На противоположной улице виден еще один сгоревший дом. От него не осталось практически ничего, только фундамент и торчащие балки. Они обыскивают дома, а потом сжигают их, говорит Олег. Делают это для того, чтобы другие одержимые не теряли времени на повторные обыски. Они так могут сжечь весь город, отвечает Руслан, шокированный зрелищем. Когда сгоревший дом остается позади, Олег смотрит в зеркало заднего вида и резко жмет на тормоз. Внедорожник замирает по центру дороги. «Что?» – выдыхает от изумления Руслан. «Что-то случилось?» – Олег продолжает смотреть в зеркало. Его вниманием привлекло раскидистое дерево в центре двора. Огромные кроны, пропитанные дождевой водой, почти почернели. В летний зной дерево создает много тени и прохлады. Этому свидетельствует отсутствие газонной травы возле подножья. «Именно на таких могучих деревьях принято строить дома для детей. Во время жаркого солнца или проливного дождя они становятся идеальным укрытием». Якушев видит среди листвы деревянное сооружение, в окошке которого мигает свет фонарика. Кто-то подавал знаки. «Это не азбука Морзе, а просто мигание света». «Домик на дереве», – говорит Якушев. «Там кто-то есть!» Руслан оборачивается и смотрит в сторону дерева. Он тоже замечает мигание фонарика. «Может быть, заманивают?» – предполагает Зельцев. «Нет в этом смысла», – отвечает Олег. «Посмотри вокруг, одержимых полный город. Для них ничего не стоит напасть на нас в любой момент. Что будем делать?» «Проверять!» Якушев включает заднюю скорость и возвращается к участку с горящим домом. Накинув капюшон, он выходит на улицу, предварительно вынув пистолет из кобуры. Несколько человек наблюдают за ним с противоположной улицы. Они улыбаются и скалят зубы. Почему они не атакуют, для Якушева пока загадка. Возможно, присматриваются к чужакам. Поведение человека, одержимого демоном, всегда лишено логики. Иногда они нападают на всех без разбора, в стремлении нанести физические раны. А бывают и такие, кто наблюдает. Олег зашел под кроны дерева и посмотрел наверх. В тот же момент из окна появилось лицо девочки. На вид ей не больше десяти лет. Глаза испуганные. Она сжимает в руках фонарик. «Я могу войти к тебе?» – спрашивает Олег. «Нет», – отвечает девочка испуганным голосом. «Хорошо, но я все равно войду». Убрав пистолет, он поднимается по перекладинам, прибитым к стволу дерева и оказывается в уютном домике. Девочка стоит в углу. Высота потолка вполне подходящая для ребенка. А Якушева приходится опуститься на колени, чтобы держать спину прямо. «Как тебя зовут?» «Огне», – отвечает девочка. «Это твой дом?» – Якушев кивает в сторону пожарища. «Нет, мой дом на другой улице. Он сгорел три дня назад. Пришли люди и мама их впустила, хотя папа говорил, что нельзя никого впускать. Эти люди были страшными. Они постоянно смеялись и кричали. «Они что-то искали в вашем доме?» Девочка кивнула. «Где твои родители?» Девочка опустила взгляд на пол, поджав губы. «Похоже, наша миссия терпит серьезные изменения», – думает Олег. «Нужно вывести ребенка в безопасное место. Они не могут оставить Агнию здесь, среди толпы яростно настроенных, одержимых». Девочка знает, что они не могут зайти в ее дом без приглашения, но это не обозначает безопасность для ребенка. «Мы с моим другом едем за город», – продолжает Олег. «Мы можем взять тебя с собой». Девочка с надеждой в глазах смотрит на Якушева. Он протягивает ей руку, и в этот момент с улицы доносится звук клаксона. Руслан жмет на сигнал, привлекая к себе внимание. Олег выглядывает из окна домика и видит, как внедорожник окружило человек пятнадцать. Они заглядывают в окна, трогают машину, дергают за дверные ручки. «Я отвезу тебя в безопасное место», – говорит Якушев, повернувшись к огне. Девочка колеблется всего секунду, но затем протягивает руку мужчине. «Иди за мной», – говорит Якушев и выглядывает за дверь. Внизу под деревом стоит одержимый. Он ждет, когда они спустятся. Его взгляд злобный, переполненный чернотой. «Закрой ушки», – обращается Якушев к огне. Девочка ладошками закрывает уши и ничего не бойся. С этими словами Олег вынимает пистолет из кобуры и стреляет вниз, точно в лоб одержимому. Внедорожник мчится на огромной скорости, виляя по улицам и поднимая целые потоки дождевой воды. Руслан Зельцев оказывается хорошим водителем. Он с легкостью маневрирует между сгоревших автомобилей по мокрой дороге. Лобовое стекло разбито и вмято в салон. Дождь размывается стеклокрасные сгустки крови. Передняя пассажирская дверь отсутствует, и в образовавшийся проем летят капли дождя и грязи. Олег на заднем сиденье вместе с девочкой. Мужчина тяжело дышит, запрокинув голову. Его правое плечо распорото до мяса. На кочках он стискивает зубы от боли, но не произносит ни звука. Огни рядом, она смотрит на своего спасителя, не зная, как помочь. Все хорошо, не волнуйся. Мы оторвались от них. Пытается подбодрить ребенка Олег. Он с трудом вынимает пустой магазин из пистолета, откидывает его на сиденье, достает новый и вставляет в оружие. Вновь закрывает глаза и тяжело дышит. Такого яростного напора Якушев не ожидал. Как только он произвел первый выстрел, демоны словно сорвались с цепи. Они чуть не перевернули машину, стараясь вытащить Руслана на улицу, но мужчина вовремя перебрался за руль и ударил по газам. Олег видел, как люди разлетаются в стороны от машины, но их это не пугало. Наоборот, одержимые еще яростнее начали атаковать. Они прыгали на капот, сбирались на крышу, выбивали кулаками окна и вырывали куски железа их машины. «Оторвались!» – подтверждает Руслан, сбрасывая скорость. Улицы в городе вновь опустили. Только заброшенные сгоревшие дома попадались им на пути. Сбросив скорость, Зельцев начал сворачивать к тротуару. «Нет, не останавливайся!» – приказал Олег. «Продолжай! Нам нужно найти того старика!» «Но тебе нужна помощь!» – возразил Руслан. «Кровь так и хлещет!» «Не страшно! Это только плечо! Переживу!» «А вот второй атаки мы точно не осилим!» Руслан вновь жмет на газ, поглядывая на Якушева в зеркало заднего вида. Через полчаса они оказываются за городом и съезжают с дороги. Грязь заставляет машину ходить юзом. Руслан крутит руль во все стороны, стараясь не увязнуть. Если верить по указанному на карте месту, то менее чем через двадцать минут они увидят дом Константина. Чем в действительности может помочь им старик?» Руслан по-прежнему задавался этим вопросом. «Но Олег верит, что они на правильном пути. Годы работы детективом научили его верить знаком. Не просто так они встретили Эмиля, выжившего в этом апокалипсисе. Эмиль подсказал дальнейший путь, единственный из всех им известных». Якушев посмотрел на огню. Девочка, свернувшись калачиком, лежала на сидении внедорожника. В руках она по-прежнему держала фонарик. «Они должны вывести ее за пределы карантинной зоны». Якушев уверен в этом, но он хочет понять, почему среди всего этого хаоса они нашли именно огню. Машина остановилась, и послышался орев мотора. «Нет, нет!» выкрикивает Руслан. «Мы застряли! Слишком глубокая грязь!» Он вновь пытается вывести машину, но только сжигает сцепление. В салоне начинает вонять горелым. «Прекращай!» – советует Якушев. «Нам уже не выбраться!» Зельцев заглушил двигатель. Дождь стучит по крыше машины и задувает в салон ледяной ветер. Оставаться здесь нельзя, иначе они замерзнут. Олег дотягивается до своего рюкзака и начинает копошиться в нем. Достает аптечку. «Я помогу!» – вмешивается Руслан, перехватывая бинт. «Обезболивающе!» – говорит Олег, тяжело дыша. Руслан находит пачку таблеток, дает две Олегу. Мужчина проглатывает их, шумно выдыхает и, запрокинув голову на спинку, лежит с закрытыми глазами. Зельцев проделывает обработку и перевязку быстро и профессионально. «Где научился этому?» – спрашивает Олег, принимая работу. «На службе!» – отвечает Руслан, собирая аптечку. «Ты воевал?» «Я не всегда был ученым!» – отвечает Зельцев. «Мне тоже пришлось побегать с автоматом среди гор!» «Что теперь? Пойдем пешком?» Олег смотрит на огню. Девочка испуганным взглядом наблюдает за происходящим. «Ребенку нужен дождевик!» «Я отдам свой!» – отвечает Руслан, выходя из машины. «Очень скоро мы будем в безопасности!» – говорит Якушев. «Обещаю! Но для начала нам нужно прогуляться!» Огня кивает, но ее взгляд переключается в сторону окна. Девочка слегка приподнимается. Она что-то видит в лесу. «Волк!» – шепотом говорит Огния. И Олег, вновь взявшись за оружие, поворачивает голову. Силуэт животного видно в десятки метров от машины. Взгляд внимательно рассматривает их. Но это не волк. Это собака. «Руки, чтобы я их видел!» – мужской голос доносится с улицы. Олег видит, как кто-то приставил ствол охотничьего ружья к голове Руслана. Зельцев поднимает руки. В этот же момент на переднее пассажирское сидение запрыгивают огромные хаски. Пес окидывает мужчины девочку взглядом голубых глаз. И Огня прижимается к руке Якушева. «На колени!» – приказывает голос. И Зельцев опускается в грязь. «Руки за голову!» – Руслан подчиняется. Вскоре в окне появляется лицо старика. Голова накрыта капюшоном. Он внимательно осматривает салон. «Амур, что тут у тебя?» – спрашивает он. И пес в ответ издает короткий и негромкий лай. «Приехали!» – шепчет Олег. «Старик сам нашел нас». Якушев закрывает глаза, ощущая, как наваливается слабость после большой потери крови. Дом Константина в самой глуши. Вокруг непроходимый лес, грязь и темнота. Они добрались до жилища на машине Константина. По дороге Руслан рассказал о том, как они встретили Эмиля и что мужчина сам отдал им ключи от машины. «На него это похоже!» – усмехнулся Константин. Сама доброта. Даже в самый разгар конца света он продолжает помогать людям. «А разве сейчас конец света?» – спрашивает удивленно Руслан. «А на что это, по-вашему, похоже?» Зельцев не находится с ответом. Пока они находились в безопасности за закрытой территорией, все казалось проще. Теперь остались лишь сомнения. Руслан, вспоминая нападение на машину, не мог найти объяснения силе и свирепости, которыми обладали люди. Он видел их перекошенные до неузнаваемости лица, словно маски, уродливые, искажающие человеческую сущность. Скалящиеся зубы, неправдоподобно выпученные глаза, залитые черным матовым цветом. И главное, поражала их сила. Они отрывали металл от машины, словно бумагу. «Это похоже на безумие», – ответил Руслан. «Вы в городе всего пару часов», – продолжает Константин, подъезжая к дому. «А я смотрю на все это уже две недели. И поверьте, то, что довелось увидеть вам, лишь маленькая толика из всего кошмара. Я не хочу пугать крошку огню своими рассказами, но ученые и даже военные нам не помогут». «А что тогда поможет?» Старик выключает двигатель и смотрит на девочку. Она сидит возле Олега, прижавшись к его руке. Рядом Амур. Пес положил голову девочки на колени, позволив ей запустить в шерсть пальцы. «Есть одна идея», – отвечает Константин. «Не мое, конечно. Я бы до такого не додумался. Но если верить знакам, то тогда мы на правильном пути». Он подмигивает огни. И девочка слегка улыбается в ответ. «Якушева положили на диван возле камина». Константин проверил повязку. После дал Олегу еще лекарств и занялся огней. Девочку переодели в чистое белье, которое нашлось в кладовке. Раньше к Константину часто приезжали внучки на каникулы. И кое-какие вещи остались с тех времен. Девочка разместилась возле огня вместе с Амуром. Пес сразу же стал проявлять к Агнии теплые чувства и практически не отходил от нее. «Покажу тебе кое-что», – сказал Константин, протягивая Руслану чашку с кофе. Воду старик теперь кипятил на огне камина в алюминиевой кастрюле. Они вышли на улицу. Амур остался в доме, хотя навострил уши, когда хозяин покинул помещение. Накинув капюшоны, мужчины обошли дом. Константин держал в руке ружье, поглядывая по сторонам. «Они приходят к вашему дому?» – спросил Руслан. «Да, постоянно». «Что ищут?» «Одержимые могут искать только тот артефакт, который придает им силу, или тот, при помощи которого можно изгнать их. В нашем случае это один предмет». «Артефакт, который дает силу и изгоняет одновременно?» Константин посмотрел на Зельцева. В его взгляде внимательная сосредоточенность. Он слышит в голосе своего собеседника скептицизм. Руслан не верит в то, о чем они говорят. «Это и неудивительно. Месяц назад Константин и сам бы не поверил в происходящее. Ученый?» – спрашивает старик. «Да, вирусолог». «Власти думают, что мы здесь все больны и посадили нас на карантин». Другого объяснения о происходящем нет. Лес, по которому они шли, шумел каплями дождя по листве. Этот невероятный гул казался успокаивающим. Со всех сторон по склону неслись потоки дождевой воды. Они размывали землю, подмывали корни деревьев. Ноги временами проваливались в грязь, от чего идти становилось трудно. «Мы забыли то, что было естественным не более пары столетий назад. Новые технологии, большие города, цель людей заработать деньги и, конечно же, военные конфликты. Все это лишило нас памяти». Константин остановился на небольшом холме, вокруг которого текли ручьи. «Забыли о чем?» Руслан спустился на поваленное дерево. «О вещах, созданных не наукой и не политиками. О том, что создала природа. О том, что появилась не из материального, привычного нам мира». «Вы говорите о сверхъестественном?» «Я говорю о забытом. Или даже правильнее сказать о том, что нас заставили забыть. Кому нужен мир, в котором существуют неподконтрольные для человека силы и явления?» «Вот вы, ученый, думаете, что все знаете. Даже когда сталкиваетесь с паранормальным, всегда пытаетесь найти разумное, на ваш взгляд, объяснение». «Всему есть объяснение. Наука – ключ к пониманию мира». «В определенном смысле вы правы. Наука, как и религия, давала людям много благ, пока не стала инструментом в руках политиков». «Именно поэтому происходящее в безродном кажется чем-то неестественным. А это всего лишь силы, о которых мы забыли». Константин подает знак рукой, и они возобновляют путь среди мутных грязевых потоков. «Всего несколько недель назад я был таким же неверующим, как и вы», продолжает старик. «Чтобы заставить меня во что-то поверить, нужно было вначале предоставить неоспоримые доказательства. А сейчас у меня ружье заряжено патронами с солью вместо дроби. И оказывается, что самая обычная поваренная соль эффективнее свинца. Как вы можете объяснить такое?» «Это смотря куда стрелять», отвечает Руслан, уже изрядно запыхавшись от прогулки. «А вы с юмором», подмечает Константин. «Возможно, именно этого нам теперь и не хватает». Наконец они выходят к огромному водоему. Руслан накидывает взглядом чащу. Очень много деревьев и густарников торчат из воды. Местами видны холмы, поросшие травой. «Наше озеро», поясняет Константин. «Всего неделю назад оно было меньше в три раза. За это время дождевая вода собралась в низине, заставив водоем выйти далеко за пределы берегов. Я никогда не видел здесь такого скопления воды». «Объяснимо», говорит Руслан, вдыхая свежий прохладный воздух. «Осадки идут уже неделю. Вода должна куда-то прийти». «Верно, объяснимо». «Пока дождь капает с неба и падает на землю, это просто вода. А коручьи текут по земле, это тоже просто вода. Но как только потоки впадают в это озеро, они превращаются не просто в воду. Они становятся чем-то другим. Наука, говорите? Хорошо. Объясните мне тогда вот это». С этими словами Константин заходит в озеро. До ближайшего дерева всего пару шагов. На стволе привязана веревка. Старик берет ее и натягивает на берег. На другом конце что-то есть, что-то тяжелое. Руслан помогает тянуть, и они вдвоем быстро справляются с делом. Вскоре на поверхности появляется что-то объемное, размером с человека. Еще пару метров, и Зельцев машинально отскакивает в сторону. «Это что, труп?» Константин в одиночку вытаскивает изуродованное разложением тело на берег. «Почти», отвечает старик, выдыхая облачко пара. «Как по-вашему, сколько времени этот труп провел в воде?» Руслан, взяв себя в руки, окидывает тело взглядом. Он видит сильные повреждения кожи. На некоторых участках проглядываются кости. Тело уже на полпути к разложению. «Учитывая, что труп находился все это время в воде, могу предположить неделю. Меньше суток», отвечает Константин. «Я скинул этого парня в воду еще вчера». «Невозможно», отвечает Руслан, усмехнувшись. «Слишком быстро». «Слишком быстро для кого?» уточняет старик. «Для обычного человека». «Для трупа», поясняет Руслан слегка подавленным тоном. «А что, если это и не труп вовсе, а живое существо? Что вы на это скажете?» Зельцев вновь смотрит в изуродованное лицо утопленника. Губы отсутствуют, обнажив зубы. Кожа на лице выглядит так, словно ее облили кислотой. Глаза закрыты и сильно впали в глазницы. «Я скажу, что мне нужны доказательства», уверенно отвечает Руслан. «А, да, вы же ученый», отвечает старик. Достает из кармана дождевика пачку поваренной соли. Высыпает ее на лицо покойнику. И тот сразу же начинает кричать. Тело мертвеца моментально приходит в движение. Соль, попавшая на лицо, шипит. И, растворяясь, проникает вглубь кожи. Связанное тело издает крики, кувыркаясь в агонии. «И как объяснить это, мистер, все знаю». Но Руслан не в состоянии ничего объяснять. Он смотрит на корчащегося в муках мертвеца. Веревки сдерживают разложившееся тело. Вместо обычных слов из него вырываются несвязанные звуки. Тело бьется о землю, кувыркаясь в грязи. Через минуту Константин начинает тянуть за другой край веревки, проходящий вокруг дерева. И стонущее тело возвращается в воду. Вокруг него начинает пениться вода, словно закипая. «Что это?» – полушепотом спрашивает Руслан. «Одержимый», – отвечает спокойно Константин, фиксируя веревку на стволе дерева и возвращаясь на берег. Они боятся соли, не могут входить в дома без приглашения и еще много чего не могут. Но в то же время способны овладеть человеческим разумом. Они могут манипулировать людьми, могут внушать несуществующие образы. Если человек впустит демона в свое тело, то становится его марионеткой. «Почему вода вредит ему?» «Это не просто озеро», – Константин указывает в сторону, где над верхушками деревьев виден шпиль храма. «Святая вода?» – уточняет Зельцев. «Вы можете разложить все увиденное с научной точки зрения?» Возвращаясь в дом Константина, Руслан молчал. Он часто оборачивался в сторону озера, пока оно не исчезло из виду. Перед глазами стоял образ ожившего утопленника. Картина крайне ужасная, но заставляющая пересмотреть свои взгляды на жизнь. Как для ученого, подобное явление оказалось Руслану абсурдным, неподдающимся логике. Он даже мог предположить, что все это время бедняга был жив, но он не мог не утонуть, так долго находясь под водой. Да и соль не действует так на обычного человека, хотя открытые раны могли вызвать настоящую агонию. «Откуда появился дым, исходящий от ран? И почему закипела вода, когда тело возвращали в озеро?» Константин остановился возле опушки, внимательно оглядывая подступы к дому. «Откуда вы все это узнали?» – спросил Руслан. Но старик жестом показал ему помалкивать. «У нас гости», – прошептал Константин. «Вы приехали в мой дом не одни. В городе мы видели много одержимых людей», – пояснил Зельцев. «Может быть, кто-то из них ехал за нами следом?» «Одержимые не используют транспорт. Они могут передвигаться очень быстро, используя тела, в которые вселились». Руслан внимательно оглядывает двор в попытке увидеть хоть один силуэт. Но в темноте мокрых ветвей деревьев никого нет. «Идем, только смотрите по сторонам», – командует Константин. «Они проходят через двор, и только тогда становится ясно. Старик прав. Входная дверь раскрыта настежь. А затем из дома доносится выстрел. Крик огни и лай Амура. Стекла в доме сотрясаются от напора, и слышны звуки ломающейся мебели. Константин вбегает в дом, и Руслан уже было спешит за ним, но что-то отвлекает его внимание. Он оборачивается и видит десятки людей. Мужчины и женщины стоят на опушке леса. Они смотрят в его сторону черными глазами, а в доме вновь разносятся выстрелы».